Приветствую вас! Первое, что я хотел бы сказать, это то, что мне вопрос показался знакомым. То есть даже не вопрос сам, а скорее его стилистика. Вы задаёте его анонимно, вот. Но мне почему-то кажется, что такие вопросы уже были подобного типа. Отвечал я на них, в том числе и вам. Вот, не буду сейчас вдаваться в эти подробности. Может быть я ошибаюсь, может быть нет, неважно. Для чего я хотел это сказать? Для того, что понимаете, вот в вашем тексте есть некое противоречие. То есть, с одной стороны, для вас это важно, всё, что вы пишете. С другой стороны, вы называете свой текст простынёй, обесцениваете себя. И, как сказал мой коллега, обесценивание, внутреннее обесценивание – это одна из ключевых проблем. Хотя и не является, безусловно, единственным. Да? Вот. То есть, вы говорите о определённой конференции, да, консилиуме, вы говорите. Но, понимаете, консилиум – это то, что хорошо, когда есть все материалы перед глазами, да, особенно у врачей. Есть история болезни, есть, как бы, ну, генезис, да, есть наблюдение. Ну, вот. И эти наблюдения представлены не клиентом, не человеком самим, а эти наблюдения сделаны специалистами, врачами. Вот на этом основании можно и можно делать консилиум. И то только в том, что касается физиологии. В том, что касается исключительно физиологических или ярко выраженных симптомов. Вот. Которые нужно ещё собрать, то есть, собрать анамнез. Вот. На основании того, что написали вы, анамнез не собрать. К большому сожалению. И, соответственно, консилиум здесь превращается просто в высказывание мнений по поводу вашей проблемы. И вот кто, кто, какой школе принадлежит психологов, вот тот и высказывает своё мнение. Да? То есть, когнитивный психолог скажет там, что нет, нет там чёткой постановки цели. Да? Ну, допустим. Психоаналитик скажет, что у вас в детстве были психические травмы, что вы там не перешили эдипальную стадию, например, развития личности. Да? Ну, вот. Соответственно, гештальтерапевт скажет, что у вас проблема с целостным восприятием реальности, что вы не видите, не видите, как бы, ну, не выделяете фигуру и фон, например. Да? Там экзистенциальный психолог скажет, что вообще смысл того, что вы делаете, где, как бы, глубинный смысл того, что вы делаете. Вот. Личностный психолог, личностно ориентированный психолог скажет, что, как бы, вот, всё это было стремление к каким-то социализированным каким-то аспектам, но при этом, где здесь индивидуальность, где здесь вообще, ну, вы-то сами, где ваш выбор. То есть, то есть, почему выбор зависит от каких-то внешних факторов, где вы, где, где вы настоящий. Вот. Понимаете? Это я сейчас говорю, как, эм, как бы, с точки зрения психологов. Понимаете? И каждый психолог в своей школе по-разному будет смотреть на эти вещи. Решит ли это вашу проблему? Нет. Добудет ли вас это ещё больше? Да. К сожалению, да. Поэтому и консилиум, что говорит о потребности во внимании, это потребность во внимании консилиум и обесценивание, это ваши определённые такие полюса, от которых вы отталкиваетесь. От одного к другому вы мечетесь, от одного к другому вы бешите, от одного к другому вы прыгаете, но по факту, по факту получается только хуже. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, вы выбрали самый-самый-самый негативный, самый-самый такой деструктивный вариант решения своей проблемы. Вот. Очная консультация за меньшие деньги, например, даже, могла бы вам помочь гораздо больше, в том плане, что один специалист разобрал бы вас максимально подробно, да, и вы бы смогли получить такое относительно стройное представление о том, что происходит. Здесь же вам будут, вам будут даваться различные мнения, каждый со своей стороны, по сути, картин будет очень много. Ага, и с учётом того, какому сумму вы предлагаете за решение вашего вопроса, ну, соответственно, ответов будет очень много. И в итоге вас ещё больше запутают только лишь. Вот. Поверьте, это общеизвестная практика, то есть это общепринятая практика. Вот. Ну, то есть это, именно так работает. Вот. Тем не менее, тем не менее, вопрос свой вы задали, я просто хочу, чтобы вы, знаете как, чтобы вы не анализировали, да, вот, не брались, не старались принять всю картину целиком. Мне кажется, что в вашем случае, в вашем случае, самый лучший, самым лучшим решением, вот, при текущих, как бы, компонентах, да, самым лучшим решением будет выбрать из ответов то, что объединяет. То есть, тут то в ответах, что повторяется, то, скорее всего, ваше. Опять же, здесь по теории вероятности, опять же, здесь исходя из статистики. Потому что стопроцентный результат будет дан только если общаться с вами вживую, может быть даже онлайн. Вот. Потому что, потому что онлайн общение, это ни в коем случае не уступает очной консультации, только это не врач, да, не обследование какое-то и так далее. Дальше, теперь по поводу вопросов, значит, я сперва отвечу вам на вопросы, на ваши, вот, с учетом, ну, с учетом текста, вот, а после я, соответственно, проанализирую ваш текст, дам там какие-то рекомендации, потому что текст тоже достоин этого. Значит, по описанию, подходят ли данные ситуации к психологическому отклонению? К психологическому отклонению, вне, то есть, не заходя в рамки психического отклонения, да, то есть, не затрагивая тему психиатрии и болезни, да, подходит. Какое более точное название диагноза вам кажется более правильным, это вопрос не к психологу, не к психологу, это вопрос к клиническим психологам, к психотерапевтам и к психиатрам. Психологи диагнозы не ставят, не ставят, это, это, первый, это, первый, первый ответ. Ну, то есть, здесь даже два у вас вопроса, вот, там это психическое отклонение, я не диагностировал, как психолог. Дальше, как остановить манию? Вот, мания, это проявление желаний. То есть, это те желания, которые вы себе подавляете, это те желания, которые в других состояниях вы обесцениваете, это те желания, которые прорываются наружу. То есть, останавливать манию не нужно. Нужно увидеть то, что за ней скрывается, какие желания за ней стоят, и просто грамотно это реализовывать через взрослого. То есть, мания, это проявление детского состояния, это проявление сферы потребностей. В этом случае все, абсолютно все, в том числе и взрослый, и родитель в человеке действует на услышание этого самого, этой самой сферы потребностей. Поэтому останавливать манию, манию не нужно, ее нужно раскрывать, чтобы мания перестала быть манией, мания и стала частью вашей повседневной жизни. Поподробнее расскажите про методы, существуют ли медикаменты для этих целей. Значит, медикаментов не знаю, а это хозяин методов, транзактный анализ. Есть ли смысл и возможность, если у меня действительно в третий раз начинается мания контролировать ее? Ну, без психотерапии и без развития взрослого эгосостояния, а также без анализа взаимодействия всех, всех компонентов личности, вас вряд ли. Оставив плюсы, что она дает, и не визировав негативные проявления. Для начала вообще стоит отказаться от плюсов и минусов, как терминов, как лексических, ну, как лексических образований в вашем мышлении. Нет плюсов и нет минусов нигде. Есть только то, что вовремя, не вовремя, достаточно, недостаточно, все, больше никаких оценок нет. Все остальное это лишь субъективные оценочные понятия, которые ведут к искусственным ограничениям. Если человек позволяет себе вред, если человек позволяет себе делать что-то не вовремя или недостаточно, начнем проследовать какую-то цель, в которой он сам себе не признается и которую он не осознает. Осознает эту цель, увидеть выгоду, помочь себе простроить стратегию достижения этой цели и будет являться тем самым демотиватором подать мне конец. Еще раз, при условии отсутствия заболевания, если у вас нет именно болезни, если это не болезнь, если это болезнь, то подобные вещи вам не помогут. Точнее, помогут, но сперва нужно будет пройти курс, курс именно медикаментозного лечения. Еще раз, медикаменты вам ни один грамотный специалист через ресурс, вот так, в таком формате, рекомендовать не будет. Медикаменты назначаются только после диагноза, только после очного обследования, поймите это, пожалуйста. Дальше. Так, оставив плюсы, нивелировав негативные проявления, за счет того, что в этот раз я уже со стороны наблюдателя вижу этот процесс, и, например, чтобы я в этот момент наблюдал своего специалиста. Ну, я бы сказал, что вам не наблюдаться специалистам нужно, если уж вы решили, что это болезнь, а именно пройти курс лечения. При каких плюсах я говорю? Повышенная активность, уверенность, прожительность, настроение, эмоции, стремление к саморазвитию. Так это плюсы, знаете, плюсы это социально одобряемые, в том числе, вами, проявления. А где в этом всем вы? Где в этом всем вы настоящие? А настоящие вы в умеренности. Опять же, как сказал вам мой коллега. Минусы, расфокусировка, чтобы я не только строил крутые бизнесы, но в то же время занимался текущей работой, наводил дело до конца. А это плата. Это плата за повышенную активность, уверенность, решительность, настроение, эмоции наналя. Это плата. И без этого не может быть этого. В том-то и дело, что минусы без плюсов не существует. У плюсов всегда будут минусы. Вы здесь застремитесь к некой идеализированной такой картине мира. Когда только плюсы, а минусов нет. Так не бывает. Но проблема в том, что минусы минусами не являются, а плюсы плюсами тоже. Просто что-то идет вам на пользу, а что-то нет. Ну, это все. Дальше. Сменить коммуникации с внешним миром до более адекватного уровня. А кто оценивает адекватный уровень? Кто это оценивает? Кто определяет критерии адекватности уровня? Вы? А как? Какие критерии вы используете? Контролировать расходы. Ну, опять же, то же самое. Что же самое. То же самое. Отсутствие взрослого состояния, отсутствие взрослого эгосостояния у вас. Вот, собственно, пораздают подобные вещи. Врослого состояния нужно разрабатывать, его нужно развивать. В этом можно вам помочь. Так. Контролировать действия, чтобы я не совершал такого, что в обычном состоянии было бы совершенно не нужно. То есть, контролировать, вы имеете ввиду, подавлять. Ну, давайте вещи называть как бы своими именами, да. Контролировать, значит, подавлять. Ну, и... И к чему это приведет? Мне кажется, вы и так подавляете уже себя достаточно, что ваш мания образовалась. Может быть, хватит уже подавлять себя? Может быть, лучше вы постараетесь раскрыть свои желания, которые у вас есть. Вот, например, вы сделали девушке предложение для чего, чтобы что? У меня есть татуировка, я ее сделал. У меня была четкая цель, почему я это сделал. Сделала, например, она у меня одна. Одна. Бывает ли мысль у меня сделать еще? Да, бывает. Доводится ли они до конца? Нет. Потому что я понимаю, что это мне не нужно. Не будет это иметь такого значения, какое имеет значение моя татуировка. Одна. Одна. Понимаете? Вот. Для чего татуировка у вас? Я думаю, чтобы выделиться. Вы хотите именно выделиться. А значит, у вас с этим большая проблема. Подробность во внимании это даже. Вы еще я писал про бытовые проявления. Бытовые проявления имеют ли негативные последствия мания на организм? Я всегда настолько серьезные. Ну, понимаете, опять же, вот здесь вы обращаетесь как будто к врачам. Понимаете? Ну, не врачи-психологи. Ну вот. Вот если бы в медицину вы этот вопрос забрали, там бы вам, в принципе, я думаю, ответили. Там и психиатры, и психотерапевты есть, там бы вам ответили. А так что? Мания на организм влияет как? Ну, по сути, как наркотик. То есть, вы живете как бы в долг. Вот сейчас вы живете активно, да, в мании? А потом будет отказ просто. Шаг мой, мания, это с точки зрения биохимии. Это вообще не к психологам вопрос. Что в моей ситуации явилось триггером с началом мании? Медикаменты или медикаменты плюс алкоголь? Нет, и не медикаменты, и не алкоголь. Сначала мания является запрет. Триггером мании является запрет на то, чтобы реализовывать свои желания. Желания это копятся, 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 и в определенный момент вы себе разрешаете их. То есть, как это происходит? Есть энергия. Да, вот в каждом человеке есть энергия. И эта энергия, она течет. Вам эту энергию перекрыли, направили ее в то нужное русло, в какое, ну, в какое, по мнению тех, кто перекрыл и вас, она должна течь. Но энергия, энергия трансформируясь в приемлемую форму, полностью не реализовывалась. В итоге она накапливалась, 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 и периодически вырывается внимание. Вот и все. Вот и все. Что-то читать категорически не рекомендую, потому что вы и так достаточно себе голову забили различными психологическими терминами, вот. И так чувствуется, что вы прям вот уже читаете какие-то вещи. И вот я категорически не рекомендую читать клиентам литературу, потому что литература пишется не для клиентов, а для специалистов. Вам литература только будет во вредности. Так, господа, я предполагаю, что у меня в третий раз возникает мания, либо с него схожие с ней симптомы. Большая просьба не полениться по читателям, так как я думаю, что с клиентами мания резко то обращается к прошлым специалистам. Ну, обращается, опять же, как правило, с депрессией, что является обратной стороны мании. Мании, как таковой, в принципе, практически не бывает. Вот. То есть, у мании всегда есть оболётная сторона депрессии. И, как правило, депрессия развивается. То есть, мания становится меньше, а депрессия становится больше. И таким образом можно говорить о том, что вот маниакально депрессивное синдром, да, но человек, как бы, не понимает, почему происходит. А почему вначале происходит, как бы, обесценивание, да, всего, а потом внезапно появляется подъём. Откуда? А происходит это из-за того, что в детстве ваши родители не были постоянными. То есть, они обесценивали что-то и что-то, наоборот, идеализировали. Скорее всего, меняя это довольно часто, то есть, не имея постоянства, и не объясняя вам. Вот эти вот приключения у вас остались от родителей. Откуда им подобная, подобная вещь. То есть, вы что-то обесцениваете, но вы не можете объяснить, почему вы это обесцениваете. И вы это идеализируете. И вы не можете объяснить, почему. Это от вас не зависит. Вот. Это из-за того, что в детстве ваши родители были непостоянными. Есть, конечно, вариант того, что в том же детстве ваши родители, они просто активно подавляли. Просто вам. И вы из-за этого в депрессивном состоянии, как бы, находитесь постоянно, в таком пониженном. Вот. Но в силу того, что кто-то из родителей всё-таки себя проявлял. Может быть, в каком-то бунте, там, или что-то ещё, и вы проявляете себя. Но этот генезис нужно обязательно изучать. Без этого, без этого, без картинного взаимоотношения с родителями помочь вам практически невозможно здесь. Это можно, конечно, можно, можно, можно работать без привязки к родителям, но это гораздо сложнее. Вот. И вам тоже, кстати, говорю. Дальше. Эм, так. Ну, тут вот вы помогаете другим людям. Мне кажется, это рационализация, потому что теги вы оставили специально для того, чтобы как можно больше специалистов вам ответило. Вот. А когда вы говорите, что помочь не только мне, но и другим, это, соответственно, попытка замотивировать специалистов на как можно более полный ответ. Но это же всё вы делаете для себя, не для других. Вот. То есть, это вот момент, да, его лучше, как бы, ну, его лучше преподносить открыто. То есть, я не думаю, что это хорошая идея, думать о других людях, когда у вас есть проблемы. Даже если вы действительно людям помогаете, даже если вы действительно благотворитель, я не думаю, что это хорошая идея. Не помочь, эээ, если вы не поможете себе, вы не поможете другим. Нельзя помочь помочь другим, при этом не помогая себе. Вот. И у других людей, даже похожая история, может быть совершенно не так много, как у вас. Вот. Поэтому здесь ещё одна рационализация. За которой стоит, опять же, обесценивание себя. То есть, вы помогите хотя бы не мне, но другим. Так, у меня тревожное расстройство. Это игнорирование своих чувств, игнорирование своих желаний. Соответственно, плохая внутренняя связка детского компонента личности со взрослым. И, соответственно, сильный родительский компонент. Который подавляет, ну, который не подавляет, да, а критикует, направляет там и так далее. Сегодня расстройство именно из-за того, что человек к себе не прислушивается. И не умеет распознавать свои чувства. Дальше. От него, как я понимаю, депрессивное расстройство запаски. Ну, правильно, желание не удовлетворяет себя. Психа, психа защищает себя в виде депрессии. И, соответственно, нежелание чего-либо делать. Хотя, нежелание чего-либо делать. То есть апатия может быть связана и с тем, что вы занимаетесь не тем, чем вы хотите. То есть апатию можно раскрыть ещё и через определение, что если я чего-то делать не хочу, то я всегда что-то делать хочу. Если я ничего не хочу делать, то есть если я полностью, ну, как бы, себя подавил, то я надеюсь, что я просто подавил себе свои желания. Которые, которые нужно просто услышать, принять и правильно реализовать. Куда тревожное расстройство достигает пика, что просто из дома выйти и водить авто. Я принимаю финозипам, и он так называемую пиковую тревожность снимает. Ну, что я могу сказать. Я рад за вас, вместо того, чтобы работать со своими чувствами, вы принимаете препарат. В 16-м году, когда я был далёк от любых знаний психологии, вам не нужны знания психологии, и вообще я мало осознан, осознанностью вас нужно было учить, а не вам самому это делать. Я по неграмотности решил пропитывание ребятам курса, но опять же, потому что не оборачивались к специалистам. В итоге, в прошедшем некоторого времени, то состояние, которое я в данном сообщении буду называть словом «мания», накрылось через некоторое время, длилось оно около полуполутора месяца. Так, значит, ну понятно. Понятно. Колоссальная увеличенность и уверенность в себе. До этого вы... Вот смотрите. Сравните все свои симптомы, да, с так называемым обычным состоянием. Насколько это обычное состояние вас удовлетворяет? И насколько вы считаете, что это вы в своем обычном состоянии? Так. Дальше, значит, ну, примеры. Далее вы пишите примеры. Я здесь обращу внимание только на «обычное» состояние, в кавычках, потому что «обычное» и состояние «мания» – это все условности. В обычном состоянии я могу месяцами обходиться без общения с друзьями, это не является моей попредственностью, наоборот, только отказываю во встречах. С чем это связано? С чем это связано? Почему? Какие проблемы с этим стоят? Ну, вы же не будете спорить, например, с тем, что это не совсем нормально, что вы не нуждаетесь в общении? С людьми, с друзьями, например. То есть тут что? Страх контакта, да? Возможно, не общительность, замкнутость, закрытость. Да? Вот с чем она связана? Подумайте, я не буду сейчас гадать, просто подумайте сам. «Никогда не проявляю первых шагов для знакомства с кем-то, опять же, почему». Так, эээ, ну, соответственно, а как вы водите в обычном состоянии? Так полагаю, что уступаете много. Так, в обычное время сплю не менее 8 часов. Хватает? То есть как? Так, эээ, значит, угу, в общем, была куча активностей. Ну здесь, в принципе, всё. То есть как бы остальное для меня, как для психолога, да, значения не имеет. То есть я это всё прочитал, но, ну а что, там всё про одно. Да, то есть активность, 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 активность. Можно задать вопрос только лишь, вот, какие желания вы в этом вкладывали, да, какое значение в этом, да, в этом мы всё ему продавали, но, ещё раз повторю, переключение, переключение, понимаете, переключение, оно не отслеживается, а именно переключение, здесь весь смысл, переключение родителей. Да, в 16-м году врач диагностировал тревожные расстройства, назначил ПАКСИЛ. Я так понимаю, от употребления данного препарата, возможно, в совокупности с алкоголем, второй раз развился у меня окальный синдром. А алкоголь-то вы, собственно, вообще, зачем принимали второй Это первое. Второе. Знаете, если вам диагностировали тревожные расстройства и назначили ПАКСИЛ, то окей, а психотерапию-то вам почему не назначили? Препарат, он не снимает, он не лечит, он снимает симптомы, но работать с этими симптомами уже нужно на психотерапию, слабо. Ну вот. А, дальше. Так, значит, дание длилось полтора месяца. Так. Открыл короткое бизнес, короткое время бизнес. Ну, что ли снимки? Сделал девочке предложение. Все здесь нам нужно, вот, разбираться в том, какие желания у вас были. То есть, открыл новый бизнес. Для чего? Да? Чтобы все открыл бизнес. Чего хотел? Что хотел? Сделал девочке предложение. Для чего? Что хотел? Какие были желания? Ну, и так далее. Влез в долги, да? Открыв первые кредитные карты. Опять же, для чего? Почему? То есть, может быть, есть проблемы с личными границами у вас. То есть, вы не доиграли в своей жизни, не опробовали свои личные границы. То есть, вы не знаете, где они, эти личные границы. Вы не знаете, где, когда они завершаются, заканчиваются и так далее. По обратной связи с людьми в этом периоде я выглядел адекватно, если чувствовать, что со мной так. Новый сотрудник так. Ну, понятно. То есть, вы, значит, мотивировали людей, заряжали их активностью. Ну, понятно, что это вот, это не совсем нормально. То есть, это очень затратно для вашего организма. Так, значит, восстановил регулярный прием таксила. Алкоголь исплечил полностью. Вот уже более месяца в таком режиме. Вот сейчас, однажды у меня были в состоянии два простых раза. Мне кажется, мания начинается в третий раз. Вот она началась около недели назад. Типичной симптоматики до сегодняшнего дня не наблюдал. Проверение о ее появлении, связанной с решением на месяц уехать пожить в другой город. Причем такая идея возникла утром, а вечером я уже сел в поиск. Вот понимаете, да? То есть, такое впечатление, что вами, вот, вас просто берут и мопают ваши желания. То депрессивные, то маниакады. Сами-то вы вообще, где в этот момент? Где в этот момент ваш компромет? Где в этот момент ваша осознанность? То есть, что значит? Идея возникла утром, а вечером я уже сел в поиск. И что? Это происходило помимо вашего желания? Это происходило помимо вашего контроля? Где в этот момент оценка-то? Значит, взрослого состояния нет. Абсолютно его не существует. Его просто нет. Нет, нет, нет паузы в свободе, например. Как бы, да? Нет взрослого мышления. Здесь вообще как будто вы себя отделяете. Вот. Мания начинается сегодня. Я длительное время полностью не употреблял алкоголь, но вчера встретился со знакомой и незаметно сильно напился. Кстати, ну опять же, это не взрослая позиция эта. Вы встретились со знакомой, чтобы что-то. Вы сделали первую, ну выпили первую рюмку там или первый глоток, чтобы что-то. Вы отдавали себе отчёт в этом. Вы чего-то хотели. С этим нужно разбираться. А у вас, у вас получается, знаете, какое-то ограничение. То есть вот есть я, есть я, есть моё тело, и есть то, что моё тело делает. Как бы. Вот. Я вообще это не контролирую. Вот. Судра прошли мысли об открытии жирного сложного бизнеса. Зачем? Для чего? Какой? Как бы. Какие вообще цели вы преследует? Ну я пошёл дальше, теперь хочу это сделать в другой стране. Для чего? Зачем? Почему? Эээ, потянуло на сайты знакомства, опять же, зачем, для чего, почему, чтобы на видеотрансляции в соцсетях, чего в обычном состоянии делали, как бы, ну, опять же, для чего, что хотите, да, то есть, как бы. Вот это всё нужно разбирать, ваше желание. Ну и, соответственно, про простыню я уже сказал. Вам выгодно так, вам выгодно так мыслить, как будто, что это происходит не с вами. Понимаете? Почему? А потому-то, если бы это происходило с вами, вы бы себя либо стыдили, либо критиковали, либо обесценивали. А так, типа, ну, вроде бы, это не я сделал. Так, типа, ну, вроде бы, это не со мной происходило. Но это не произошло. Вы же этого хотите для чего-то. Поэтому, моё мнение, вам не нужно ни читать, ни разбираться в этом самому. Самолечение никому ещё хорошего ничего не давало. Вот. Обращайтесь к врачу, пусть он вас, соответственно, осматривает, назначает лечение. Вот. Либо у вас, соответственно, да, то есть, именно требуете психотерапии тревожного расстройства. Да, того-нибудь врача, что и назначил вам препарат. Вот. То есть, говорите, что не надо психотерапии. Психотерапия именно тревожного расстройства, потому что, ну, препарат, он ничего не делает больше. Вот. Соответственно, будете посмотреть на, в сторону маниакально-депрессивного синдрома, да, ну, опять же, с точки зрения врача, да, то есть, как бы, чтобы он вас диагностировал. Вот. Чтобы вам назначили лечение, лечение в этом направлении тоже. Вот. Если у вас нет этого, если у вас нет, то нет маниакально-депрессивного синдрома, то это диагностировано не будет. В таком случае вам нужно выбирать себе психолога на нашем ресурсе и начинать с ним работать. Вот. Вот и всё. Вот и всё. То есть, тут, как бы, ваши вопросы, да, они... Вот какая разница, что такое маниак с точки зрения биохимии? Какая разница, что ваша ситуация являлась триггером, триггером и с чего это началось? Для вас сейчас какая разница? Никакой. Вам это ничего не даст. Вам нужно постепенно-постепенно разбираться, начиная от сегодняшнего дня и заканчивая тем, что происходило в детстве. Вот и всё. Тогда и будет понятно, какой триггер. То есть, это всё баланс. Баланс. Всё баланс. Вот ваши знания, которые вы сейчас хотите приобрести, это всё баланс. И люди, которые вот они имеют такие проблемы, как у вас, они всего те, кто могут сделать только один вывод, что вы занимаетесь самолечением раз, и второе, что вы не хотите лечиться этот раз. Вот. И у людей может появиться надежда, что это можно вылечить самому. Это триггер. А я скажу, если это действительно болезнь, если это действительно маньяк, то вам как минимум нужно пройти курс лечения, и уже потом на психотерапии в любом случае это разбирать. В любом, в любом случае вообще. Знаете? Ну вот, это то, что я могу вам сказать. Но опять же, если я прав, и если вы уже задавали вопрос свой, то по большому счёту вы играете в две игры. Первая игра, это психиатрия. Можете почитать, а не в интернете. Психологическая игра. А вторая игра, да, ну. Да, ну. То есть, если вы именно тот человек, о котором я думаю, да, то есть, если вы не первый раз задавали вопросы, и если вы уже задавали вопросы, и у вас достаточно короткое имя, вот, на букву А. Я не буду говорить, какое имя, да. Вот. Что вы так и не выбрали себе эксперта, хотя много раз говорили о том, что выберите себе эксперта для постоянной работы. Вы так себе не выбрали, и не выберите никогда. Вот. Потому что вам это не выгодно. Не выгодно начинать работу. Не выгодно работать, именно работать. Так вам нравится вот так вот, как какие-то внешние, внешние аспекты разбирать. Вам нравится. Но это, по сути, не психотерапия. Это именно игра в психотерапию. Игра в психологическое консультирование. Понимаете? Я вас не обвиняю, я просто хочу, чтобы вы это поняли, чтобы вы это увидите, что то, чем вы занимаетесь сейчас, это просто постание на место. Ни один, ни один, ни один ответ ваши проблемы не решит до конца, сейчас. Потому что нужно вас узнавать, нужно с вами работать, нужно, чтобы вы, нужно давать вам задания, домашние задания, да? Нужно, чтобы вы раскрывались, только так можно это вот так решить. Препараты отлично, а препараты нужны только для того, чтобы ещё раз, да, облегчить состояние. Всё. Всё. Больше ничего препарата не делаю. Вот. Вот так вот, я думаю, вам можно ответить на мой вопрос. Если, опять же, вы тот человек, о котором я думаю, да, что, ну, скорее всего, поставите всем лайки, как бы, да, там, как бы, лучшего ответа, может быть, вы не выберете. Вот. Точно это будет не мой ответ. Вот. То есть, я даже не надеюсь, но момент здесь такой, да, то, что, вот, моя рекомендация, она остаётся прежней. Из всех ответов вы выберите то, что повторяется. И вот то, что повторяется наиболее часто, скорее всего, является вашим. Это единственное, что можно посоветовать в условиях консилиума, как вы говорите. Это единственное, что может быть единственное. Штатистика. Вот. Но это настолько тоже, знаете, условно, это настолько тоже случайно. Ну, примерно, как в помощи с зала, вот, если смотрели игру, кто хочет стать миллионером, да, вот, подсказка там есть по помощи с зала. Вот это примерно та же история. Так же. Это работает. То есть, 50 на 50. Ну, это хоть 50 на 50. Нельзя. А по-другому это, это чисто вот что, как бы, понравится вам, а что нет. Это ещё, ещё хуже. Это ещё хуже. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok